Что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду? Что будет, если пить только воду один день? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале «Школа доктора Скачков». А я – врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачков. Автор более тысячи видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. А сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И раскрыть некоторые нюансы, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно рассказать, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду один день. Иными словами, что будет, если пить только воду один день? Что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду один день? Покажу вам на простой схеме. В обычных условиях очищение вашего организма проводят печень. Ее вклад в этот процесс примерно 70%. А также ферментные системы печени способны нейтрализовать токсины, которые будут удаляться в неактивном виде другими системами. Почка способна только удалять водорастворенные токсины. И ее вклад в очищение крови примерно 20%. Легкие. Ее вклад в очищение крови примерно 5%. И удаляются только летучие соединения, а также растворимые в воде. И кожа. Вклад в очищение крови примерно такой же. Примерно 5%. И кожа способна удалять через потовые железы. Как водорастворимые токсины, так и жирорастворимые токсины могут удаляться через сальные железы. Сальные железы это подстраховка вашей печени. Потовые железы это подстраховка выделительной функции почек и органов дыхания. Что происходит, когда вы исключили всю еду, исключили все напитки и употребляете только воду. Вода это H2O. Вода попадает в желудок. И примерно 5% в обычных условиях, а 10% в условиях, когда вы пьете только воду, способны всасываться из просвета желудка в кровь. Примерно 90% воды всасывается в тонком кишечнике. И если у вас нет носа, это означает, что вся вода в кровь всосалась. Дальнейшая судьба этой воды проста и понятна. Печень фильтрует всю кровь, которая попадает к ней от непарных органов брюшной полости. А непарными органами брюшной полости являются желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник, поджелудочная железа и селезенка. Иными словами, от этих органов кровь попадает в печени и подвергается превращениям. Иными словами, токсические вещества нейтрализуются в печени, а жирорастворимые в составе желчи накапливаются в желчном пузыре. Водорастворимые вещества нейтрализованные в печени попадают в системное кровообращение и могут удаляться через почки, через кожу, через легкие и через кожу. Это обычная система очищения вашего организма. Что происходит, если вы один день не кушаете? Печень продолжает очищать кровь, заполняет желчный пузырь. И вы видите разницу между способностью печени вырабатывать желчь и способностью желчного пузыря накапливать желчь. Она отличается примерно в 5 раз. И в обычных условиях пятикратный прием пищи обеспечивает правильное движение желчи в этой системе. Что происходит, если вы не кушаете, а пьете только воду? Если у вас все определяет один момент. Это сфинтер Одди. Иными словами, это сфинтер, который находится на пути движения желчи в кишечник. Если сфинтер Одди у вас мощный, крепкий. В этом случае происходит реабсорбция воды из просвета желчного пузыря. Таким путем ваш организм уменьшает объем желчи. И может разместить новые порции очищенной желчи в просвете желчного пузыря. Вода, чистая вода, уходит в кровь. А компоненты желчи концентрируются. У вас появляются хлопья, песок. И если вы знали состояние желчного пузыря, иными словами, у вас он был девственно чист, никаких дополнительных движений у вас не произойдет. Вот если в желчном пузыре были уже до такого однодневного очищения организма водой. Хлопья, песок, камни будут расти и будут перемещаться на следующую стадию. Иными словами, таким способом вы сможете быстрее узнать такой диагноз под названием калькулезный холецистит. И по этому поводу познакомиться с хирургом. Но! Однодневное очищение водой вряд ли серьезно повлияет на эту ситуацию. И все-таки желчный пузырь будет и в дальнейшем выполнять свои функции. А вот если сфинктер Одди у вас был слабоват. Иными словами, он пропустил желчь в кишечник. Здесь вариантов два. Если вы почувствуете подташнивание, то это означает, что сфинктер Одди не просто сбросил желчь, но его не удержал и привратник. И желчь оказалась в желудке. PH желчи, напомню, 8,5 обеспечена пищевой содой, либо гидрокарбонатом натрия. И у вас началось лечение желудка содой. Что происходит при этом? Желудок готовый выдерживать кислоту соляную с максимальной кислотностью 0,9. А в него попадает щелочь, желчь с кислотностью или с PH 8,5. В этом случае, если эта ситуация будет повторяться, и, иными словами, подташнивание у вас будет регулярно. Я бы советовал вам прекратить лечение водой и перейти на обычное, более привычное вам питание. Иначе регулярное попадание желчи в желудок приведет к тому, что у вас появится такой диагноз под названием эрозивный гастрит, либо эрозивный гастрододенид. Иными словами, щелочь выжжит слизистую, и здесь появятся точечные эрозии. Если же после приема воды, когда вы заменили все напитки водой и пьете только воду, если у вас появилось урчание в кишечнике, это означает, что желчь, скорее всего, пошла по кишечнику. И у вас элементы слепого зондирования, но на воде. Да, вода не стимулирует, не заставляет сократиться сфинктер ОДДИ. В этом случае она не является препятствием. Если желчь пошла по кишечнику, и у вас появилось послабление, вы считаете, что очищение вашего организма усилилось. Но на самом деле это далеко не так. Желчь это не самый бесполезный секрет в вашем организме. Это очень важный секрет, который помогает перерабатывать жироподобные вещества и усваивать полезные витамины. А, Е, Д, витамин Ф тоже попадает в ваш организм. Кровь только благодаря желчи. А находясь в пустом кишечнике, ваша желчь не может ничего усвоить. Раздражает кишечник. Это одно из самых сильных желчегонных. Да, у вас появилось послабление. Но очищение кишечника пошло очень дорогой ценой. Потому что для того, чтобы восстановить желчь, вы должны в вашем организме активно работать с ребенком. Разрушать эритроциты. Снижать уровень гемоглобина. И способствовать образованию новых компонентов желчи. Что такое гемоглобин? Что такое эритроциты? Это кислородное обеспечение вашего организма и ваш биологический возраст. Когда количество кислорода в клетках или кислорода в крови снижается, переносчики в крови снижаются, возникает другая проблема. Клетки могут попасть в состояние гипоксии. А клетки, которым не очень нужен кислород — это раковые клетки. Иными словами, дополнительный бонус в вашем организме могут получить раковые клетки. Иными словами, ваша иммунная система получит дополнительную работу в поиске и уничтожении теперь легче образующихся раковых клеток. Конечно, за один день такое у вас вряд ли произойдет. Но, учитывая не самую хорошую работу иммунную систему у большинства, особенно у тех, кто хочет очистить свой организм водой, значит вы уже чувствуете, что вы не очень здоровы. Дополнительные сложности создавать свои иммунные системы я бы не советовал. Но на самом деле, если у вас появляется урчание и послабление, либо подташнивание, это повод к тому, чтобы прекратить очищение водой на этом этапе. Если эти события в вашей жизни не произошли, иными словами, сфинтероди оказался хорошим, он хорошо удерживает желт, значит все-таки очищение вашего организма водой, в случае, если вы заменили все напитки только на воду на один день, происходит так, как будто бы вы и питались обычной пищей. Единственное, что бы я советовал вам, правильно очищать воду, потому что вода попадает не просто H2O, а сопровождающими ее лицами. Как очистить воду правильно? На моем канале такое видео есть. Поищите, посмотрите. Это тоже не последнее значение имеет для вашего здоровья. Также я бы советовал вам, очищаясь водой, вести более здоровый образ жизни, стараться не загрязнять организм через органы дыхания, хотя бы два раза в день принять душ, чтобы и кожа ваша не впитывала токсичные вещества с поверхности. Тогда у вас правильный ответ на вопрос, что будет, если заменить все напитки водой и пить только в один день? Это очищение вашего организма и некоторая разгрузка от тех шлаков и токсинов, которые могли попасть в ваш организм с не самой доброкачественной едой. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на это видео лайк. А в следующем видео на канале вы узнаете, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду 3 дня. Есть некоторые отличия. И об этом вы узнаете в следующем видео на моем канале. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко.